Вы упомянули директора Пушкинского музея изобразительных искусств, как она пренебрежительно отозвалась о Сталине. Она сказала, что он сдох. Но и в то же самое время мы видим, как Дмитрий Анатольевич Медведев цитирует Сталина. Ромашка белая пишет, Медведев уже цитирует Сталина. Да, это раздвоение. Что происходит с обществом, с государством? Ну, понятно, что тяжелейшая ситуация в связи с Украиной. Но в целом, один цитирует Сталина, а другой чуть ли не с грязью мешает. Как же так? Мне просто интересно, понимаете. Вот Навального привлекали к ответственности за то, что он ветерана оскорбил. Бастрыкин все время, вот этого Оксимирона, я не помню, тоже что-то там по парадам было. Да, такое, это правильная реакция, да? Ну, или там над вечным огнем там издеваются, шашлыки жарят. А почему сейчас-то молчит, товарищ Бастрыкин, интересно. Вот, федеральный чиновник высокого уровня, назначенный министром культуры Любимовой, гражданка Лихачева, директор музея Мни Пушкина. Она сказала, что Сталин сдох, это я цитирую, да, и что он вообще как Микки Маус. Получается, что дед Анжелики Егорной Глазковой, красноармейец СИЗО, в 30 января 44-го года погиб от немецкой пули под Ленинградом, воюя в армии под командованием Микки Мауса. Так я понимаю, да? А может она еще, ведь Сталин ветеран, абсолютно такой же, как и все. Он даже не такой же, он вообще верховный главнокомандующий. Значит, ветерана оскорбляют, это прямая статья, на мой взгляд. Ну, по крайней мере, судят у нас ведь за это. А почему ее-то, так сказать, вообще никто не трогает? Или знаете, как в фильме «Берегись автомобиля», что ли? А эта нога, кого надо? То есть, этих не надо, да, трогать. За оскорбление ветерана. Я, у меня-то дед вернулся, в отличие от деда Анжелики Егорной, он участвовал в параде Победы. И у него медаль, с которой я играл, я деда плохо помню, он в 69-м году умер, мне три года было слишком, ну, четыре. Вот у него главная медаль, которой он гордился, у него ордена были тоже, конечно. Это медаль за победу над Германией. Кстати, у ней орденская ленточка в виде, ну, как сейчас ее называют, георгиевской ленточки, хотя это гвардейская ленточка вообще, да? Между прочим, за ее осквернение вроде тоже что-то полагается. Ну, а сама медаль, это профиль Сталина, которую вот эта вот гражданка назвала Микки Маусом, да? И написано, наше дело право, мы победили. Это единственная медаль, которую наградили всех, абсолютно всех участников Великой Отечественной войны против фашистской Германии. Значит, у нас там профиль кого изображен? С ее точки зрения, Микки Мауса, что ли? И все молчат. Следственный комитет в рот воды набрал, понимаете? Гонять там каких-то козлопасов, которые на вечном огне шашлык жарят, ну, их правильно гоняют. Это да. А тут целый директор. Молчит министр культуры любимого, который ее назначил. Видимо, ей нравятся, наверное, такие высказывания, скорее всего. А самое главное, вот какая разница между высказыванием Лихачевой, директора вот этого, и украинской нынешней власти, вот в отношении Сталина, да никакой разницы нет. Вообще. Понимаете, как же стыдно. Мы тут, значит, боремся за переименование в Сталинград, и тут сидит вот эта вот гражданка, я просто это самое мягкое, что я могу сказать, обзывает верховного главнокомандующего, под руководством которого наш народ спас не только свою страну, спас Европу и весь мир от коричневой чумы. Потому что при новом порядке вот эта вот гражданка, ну, если бы она вообще, конечно, на свет бы появилась, она бы, конечно, не директором музея была. Потому что никаких музеев на территорию Остланда, как нас называли немцы, не было бы, естественно. Речь шла о том, что русские должны уметь считать до 100, подписываться, и преподавание истории было запрещено на оккупированной территории. Ну, а планировалось потом везде запретить. Так это что, им все удалось, что ли, судя по вот этим вот высказаниям? И знаете, что обидно, кто был первым директором послевоенном Пушкинского музея? И долгое время был. Даже застал вот эти вот времена, так называемые. Ирина Антонова, офицер Красной Армии, воевавшая под командованием Иосифа Виссарионовича Сталина, которая в 45-м в гимнастерке пришла в Берлин, в Майорский, и разыскивала вывезенные нацистами произведения искусств, которые сейчас вот хранятся в этом Пушкинском музее. Например, она же спасала так называемые, как немцы называют, трофейные ценности, то, что наши вывезли после войны, от передачи немцам. А Ельцин хотел это сделать. Хотел. Но вот такие, как Антонова, не дали ему это сделать. И это все сейчас у нас. И вот понимаете, Антонова, да, который вообще весь мир знал. И вот это. Еще раз, правоохранительные органы помалкивают. Ну, ничего там, с кем не бывает. Помните, как вместо встречи изменить нельзя, там, Копченый говорил, вы пошутили, я посмеялся. Чего не скажешь в шутейном разговоре, так, что ли? Оскорбление ветеранов прямое, совершенное через сеть интернет. Так гласит у нас статья 354-1 УК. По-моему, здесь все налицо. Ну, пусть мне кто-нибудь сейчас в чате напишет, что Сталин не ветеран Великой Отечественной войны. Может, такие тоже, конечно, найдутся. Но мы это дело, конечно, оставлять не будем. Глазкова будет делать Бастрыкину запрос, если сам Бастрыкин этим делом не займется. Хочу поздравить нас. Здравствуйте, Николай Николаевич, Жене Георгий. Я хочу нас поздравить всех с новым назначением. Это выдающееся назначение. Это сделал личный министр. Для меня любимого Оля, она дочка Маши Швырубович. Борис Николаевич Любимов мой учитель дорогой. И вот Оля, которую я не узнаю, назначает некую женщину. Эта женщина в кабинете Ринсанны Антоновой и ее первое интервью. Ладно, она перепутала Бурятию и Башкирию. Север и юг сказала, когда едешь на север в Монголию. Но она еще и сказала, что Сталин для нее Никки Маус. Это мы дожили? Это нам по делам нашим вот такие кадровые решения? Это катастрофа? Или уже звездец, я извиняюсь за это выражение, в присутствии женщины и депутата Государственной Думы? Как вы оцениваете кадровые назначения? Прошу вас, Анжелика Егоровна, потом спрошу у Николая Николаевича. Для нее Сталин, это как Микки Маус, ну что-то такое. Что это? Мне очень интересно, вот эта вот госпожа, или как ее еще можно, после ее выражения, я не знаю, как ее можно назвать. Но вот мне очень интересно, мой дед под Ленинградом в 43-м году погиб под руководством Микки Мауса, она так считает? И миллионы людей под чьим руководством одержали победу в кровопролитных боях, много лет прошло, но тем не менее победа была такой тяжелой ценой. Она что, этого не понимает? Она его сравнивает? Ну, я считаю, что это просто, вы знаете, она ведь не одна такая в правительстве, их там уже целая плеяда собралась, таких вот не совсем понимающих, не совсем далеких. Но научившихся говорить какие-то разные слова, причем, мне кажется, не совсем вот увязывающиеся друг с другом. Поэтому, в общем-то, вот такие у нас сейчас назначенцы, вот такие у нас сейчас люди руководят другими людьми. Что мы можем, что с этим делать, вот как нам быть, как нам быть, вот нам плюнули, да, в лицо, это было ее первое интервью в новом качестве, первое, лучше бы молчала, да. Но вот мы это все услышали. Мы это как? Промолчим? Забудем? Простим? Волновалась тетя? Или что? Вот что мы можем, мы общественно... Конечно, нет, конечно, однозначно мы прощать не будем. Мы обязательно напишем, вообще проверить ее слова на... Я считаю, даже это вообще на фейки надо проверить. Почему она такие себе высказывания позволяет? У нас, типа, за дискредитацию вооруженных сил, по-моему, там 4 тысячи дел, что ли, возбуждено. А Сталин, он к нашим вооруженным силам никакого отношения не имеет, прям совсем, да, верховный главнокомандующий... Генерал Исиев. ...вызет на 15 миллионов медалей за победу над Германией. Вот помните Навального, да, там, кто у нас сейчас, агент или не знаю, его судили за оскорбление ветеранов. А значит, а эту нельзя судить? Сталин не ветеран? А этот ветеран, кстати, шел под руководством Сталина, главнокомандующего. Пушкинский музей, который когда-то основал отец Марины Ивановны Цветаевой, на минуточку, где Ирина Александровна Антонова, величайшая женщина, величайшая, с ее спецхранами, в которых теперь мы знаем, что хранилось, а никто не знал, и тайна была велика. И все Антонова. Что происходит в стране? В Минкульте, в Фравитте. Вы знаете, я хочу просто особенно и нашим зрителям тоже сказать, ну, может быть, кто не очень так близок к музею, Ирина Антонова, это офицер Красной Армии, я хочу сказать. Майор, майор, конечно. Погоны. Она воевала под руководством, вот как сейчас ее преемность Люхачева считает, Микки Мауск. Она разыскивала в поверженном Берлине, в руинах, то, что нацисты вывезли из нас, из Орловского музея, из Гатчины, там, из многих других вообще, да, где наши не успели спасти. Она спасла вот этими руками Дресненскую галерею, где до объединения Германии висела вот эта вот табличка, что сохранено благодаря Красной Армии. Шедевры, которые нацисты укрыли в соляных шахтах, и которые мы там по сантиметру. Есть нечего было. Чай был морковный, понимаете. И наши ученые под руководством Антоновой спасали шедевры Дресненской галереи, которые были возвращены немецкому народу. А потом, уже в ельцинское время, уже в годах, Ирина Антонова, она боролась против выдачи ФРГ, так называемого, как они называют, трофейного искусства. А на самом деле того, что, собственно говоря, было возвращено в нашу страну. Она была не просто музейным работником. Она была патриотом своей страны. И за этот патриотизм никаких денег там, ничего-то не получал. И сейчас вот этого человека, который боролась за троянское золото Шримана. Конечно. И спасла его, я должен сказать, да? Спасла. И сейчас вот на ее месте вот эти люди. Ну, что еще в плане деградации страны вот вообще более зримо можно себе представить? А сейчас мы стыдимся. Мы не показываем троянское золото. А вдруг обидится кто-нибудь? В то же время в Берлине висят картины со штампами музеев ленинградских, ну, из пригородов. Я знаю, где они висят. В Шарлотенбурге. И ничего, почему-то вот эту лихачу-то никак не забудет. Но, Андрей Викторович, здесь действительно надо говорить уже о государстве. Государство, страну надо спасать. Как в 17-м году, как в 41-м. Фигура Сталина сложная, неоднозначная, и я приверженец очень простой позиции. Он сдох. И для нас Сталин всегда был таким, я бы сказала, маркером, что ли. Маркером чего? Он для нас предмет поп-культуры, как Микки Маус. Понимаете? Это Микки Маус. В кабинете какое-то время было три изображения Сталина. Один был куском мыла, который я купила в одном из европейских музеев. Мне это так понравилось, мы его смылили. А смылить Сталина – это круто, по-моему. Во-первых, мы не господа. Во-первых, вы мужчина или женщина? Какая разница, товарищ? Я женщина. Там было недавно скандал. Откуда удалили кадр, кажется, или фото с портретом Сталина в вашем кабинете? А вы как к нему относитесь? Еще раз. А там в Твиттере широко обсуждалось, да, мы с Володей обсуждали перед эфиром. Дело в том, что был удален из соцсетей пост корреспондента Associated Press, насколько я помню, где просто съемка вашего кабинета, и вы сидите, и за вами портрет Сталина. Стол заваленный книгами, статуэтками. Да, ну, или, вернее, фото, там даже не портрет. Там фото, фотография была, да. Да, и в связи с этим, собственно, возникли вопросы, там, условно, статисты. Потому что у всех сложилось, у вас МВД, идущие вместе, и портрет Сталина. Да-да. В кожаном плаще придет, и всех как бы расстреляют. Понимаете? Ну, я поняла, о чем речь. Это табличка, которую мне подарили коллеги, когда я стала директором музея. У нас в музее, в музее архитектуры, отношение к Сталину, а не к самому Сталину. Фигура Сталина сложная, неоднозначная, и я приверженец очень простой позиции. Он сдох. Все, проехали. Мы не можем мерить нашу сегодняшнюю жизнь с Сталином. Это смешно просто. Чуть не Иваном Грозным, еще Петр Первый был, тоже самый такой персонаж, сомнительный. Ну, вы серьезно, ребята. Ну, как бы вот 5 марта этого года, очередная годовщина смерти Сталина, лента всех моих социальных сетей, в том числе и запрещенных, забита. Люди сидят на полном серьезе, обсуждают смерть Сталина. Граждане, вы там совсем что-то поехали? Вообще больше обсудить нечего. То есть, там, Украина, не знаю, там, кризис, экономический кризис, санкции. Это никому не интересно. Теперь все обсуждают смерть Сталина острополитический момент. Смешно. И для нас Сталин всегда был таким, я бы сказала, маркером, что ли. Маркером чего? Он для нас предмет поп-культуры, как Микки Маус. Понимаете? Это Микки Маус. Изображений Сталина много. И он в конечном итоге есть предмет поп-культуры. То есть, каждый раз, когда людей надо отвлечь от чего-то серьезного, важного, достается Сталин. И это очень четко было видно, когда заходили люди в кабинет. Это правда. Люди заходят в кабинет, видят эту несчастную табличку, которая, кстати, была... Там была инсталляция, потому что там эта табличка... Да, там какой-то зайчик еще был. У нас был Сталин с ушками, значит. По реакции было все понятно. Как бы, будем мы работать или нет. У людей полностью исчезло чувство юмора. Ну, то есть, и в какой-то момент это... Я даже не знал, что там кто-то это обсуждал. А вообще так-то... У меня в кабинете какое-то время было три изображения Сталина. Один был куском мыла, который я купила в одном из европейских музеев. Мне это так понравилось, мы его смылили. А смылить Сталина – это круто, по-моему. Вот. А еще у меня было изображение, которое мне мои коллеги подарили. Это фотографии из фондов Музея архитектуры. Это, называется, отпечаток с негатива. Это панно на станции Медор Лаганская кольцевая. Это было белье, так, прошу прощения, белье – это некрашенный глазурованный фарфор на профессиональном сленге, который делала кжельская фабрика, и там был такой товарищ Сталин, народы несут ему там цветы, вот это все. Вещь совершенно потрясающая, поскольку я с таганки, мне коллеги на день рождения подарили эту картинку. Она у меня по всем кабинетам уже поездила. То есть, серьезно... Вам интересно, как искусловеды, а не как человек, который спорит в интернете, а роль оставили. Ну, серьезно, вам что, заняться в жизни нечем. Ну, вот да, слушайте, ваше назначение, оно прям всколыхнуло соцсети, очень много обсуждается ваша личность, поэтому нам так интересно... Да, а я чуть-чуть отследил, не отследил это. Товарищ красноармейцы, краснофлотцы, командиры политоработных, партизаны и партизанки, на вас смотрит весь мир, как насилоспособную, уничтожить, разбойниче, порты немецких захватчиков. На вас смотрят все народы Европы, временно подпавшие под игрок немецкой тираней. Как вас своих освободительных. Великая освободительная миссия выпала на вашу должность. Пусть те же достойны этой миссии. Пусть в этой войне вдохновляет вас множественный образ наших великих предков. Александра Невского, Дмитрия Донского, Узнеменина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворов, Михаила Путузова. Пусть осенит вас непобедимое знамя великого лета. За полный разгром немецких захватчиков, смерть немецким оккупантам, раздравствует наша славная Родина. Ее свободна, Ее независимость. Вот с вами не видно. Вперед!